Приветствую вас, поскольку вы в своём тексте не поднимаете как закового вопроса, да? То есть просто вот у вас есть описание определённой ситуации, которая с вами произошла, да? Вот, то, соответственно, мы с вами сейчас разберём ваш текст и посмотрим, что вообще происходит, конкретно, что происходит, и что вам можно и нужно делать дальше. Итак, вы пишите, мне сейчас очень плохо. Ну, давайте сразу определим, в чём вам плохо, в чём и чем вам плохо. Да? То есть вот как это проявляется. Плохо вам от чего? То есть именно в вашей ситуации, именно вашей ситуации, именно в вашей истории, да? Можно говорить о том, что вы себя вините. Вы себя вините, вы себя обвиняете, вы делаете это достаточно мощно сейчас, достаточно сильно. Вы меня интересует, меня интересует, откуда велась вот эта вот обвиняемость, да? То есть почему вы себя обвиняете, стали обвинять, вот, ну вообще, из-за чего вы станете, станете себя, из-за чего вы стали себя обвинять, вот. Значит, делали ли вы так ранее, были ли у вас ранее такие вот симптомы, такие, ну такое проявление или нет? Давайте мы вот это вот тоже с вами разберём. Дальше. Дело в том, что я поссорилась со своим лучшим другом, так, этот человек был самый искренний добрый из всех, кого я знаю. Так, ну вы говорите, что вы поссорились со своим лучшим другом, поссорились. Если, если была ссора, если имеет место быть ссора, то, соответственно, нужно исследовать, почему она, эта ссора возникла с вашей стороны. Так, то есть не обвинять себя и не обесценивать то, что вы хотите, что тоже нуждается в исследовании и разборе, если это есть. А именно, именно, разобрать, что конкретно вызвало ссору с вашей стороны. Да, то есть, почему именно вы начали ссориться, почему именно вы поссорились в целом со своим лучшим другом? Что вам хотелось, чего вам не хватало и так далее, и так далее, и так далее. Значит, этот человек был самый искренний и добрый из всех, кого я знаю. Так, интересно, что вы цените в нем искренность и доброту. Это хорошо. Но вы, судя по всему, не цените искренность и доброту, как ценность вообще. Иначе бы вы ценили себя. Иначе бы вы ценили себя и, соответственно, вы, в таком случае, больше, может быть, заботились о себе, больше бы беспокоились о своих чувствах, а именно своих переживаниях, а именно своих потребностях. Да? То есть, получается, что искренность и доброта этого человека, вот этого человека, для вас имеет, ну, видимо, какое-то значение собственное. Вот. Не эгоистично. Заметьте, значит, ну, очень важно, да, не эгоистично. То есть, вот, то, что вы рассматриваете в качестве основных плюсов. Да? Ага. Человека. Что за его искренность и доброту? Вот. Это, на самом деле... Значит... Требуется... Так же рассмотреть. То есть, также нужно исследовать этот момент. Дальше, а я, значит, дальше вы себя обрываете, да, пользовалась тем, что нравилось ему. Вот, опять же, да, что значит, пользовалась тем, что нравилось ему. То есть, ну, во-первых, какие друзья могут быть, атриста какие-то могут быть друзья, да, какой может быть лучший друг, если вы ему нравитесь, как женщина, да. То есть, тут уже как бы идёт различие в понимании одного и того же. Во-вторых, сразу понятно, что вы с ним были не искренни сами. Если вы не искренни с ним, вы не искренни с собой. Если вы не искренни с собой, вы не можете в отношениях раскрыться, да, то есть, вы не можете быть в отношениях с той, кто вы есть. Вот. Ну и, соответственно, если вы не можете быть в отношениях с той, кто вы есть, то вы, естественно, испытываетесь неудовлетворенность. Вот. Вот. Вы испытываете неудовлетворённость, вы испытываете фрустацию, то есть, такое чувство, когда не можешь либо получить то, что хочешь, либо завершить дело, которое иначе. Вот. Вы постоянно откладываете какие-то свои желания, ну, реализацию исполнения своих желаний постоянно откладываете. Вот. И всё по итогу получается такая история, что вот в момент ссоры пишите вы, да, я высказал ему всё, что думал. А что из этого правда, Рита? Что из этого правда? Что из этого действительно имело место быть? Что из этого действительно вас волнует? Что из этого действительно существует? А что из этого нужно было действительно высказать сразу, да? Только сразу. Что из этого нужно было высказать? То есть, почему только в момент ссоры вы высказали всё, что вы о нём думаете? Потому что боялись потеряться, да? Потому что боялись одиночества. Потому что боялись, что он с вами не будет. И в итоге пришли к тому, чего боялись. Сценарий. Это жизненный сценарий. Так вы подходите к выстраиванию отношений. Так вы подходите к выстраиванию своих позиций. Так вы подходите к выражению своих чувств, своих эмоций, своих желаний. И это можно менять. Можно корректировать. Дальше. После этого мы перестали обжаться. Недавно меня настигло совесть. Я извинилась перед ним. Он меня простил. Так. Значит, ну во-первых, да, собственно, что вы ему высказали? Это нужно исследовать обязательно. Сейчас в этом определённо есть, что это правда, да, в этом определённо есть какие-то вещи не совсем адекватные. Но и совершенно очевидно, что есть то, что действительно важно. Вот то, что действительно важно, нужно исследовать. Дальше. Значит, так. Вы пишите, после этого мы перестали общаться, да? То есть, для вас, видимо, что-то значит, тот факт, ну, что-то означало. Что вы перестали взаимодействовать. Человек. То есть, опять же, я, конечно, не знаю, как, как обстоят дела. Но мне кажется, мне кажется, что нужно Нужно обязательно изучить, какое значение для вас имеет тот факт, что вы представляли обшел. Если у вас еще, друзья, в чем вынуждают, какие вы испытали чувства, не потому ли вас настигла совесть, что вы потеряли то, что вам этот человек давал. Дальше. За что вы извинились перед ним? Ну, то есть, вот конкретно, за что вы извинились? Что вы, что именно вы посчитали в себе, в своей реакции, в своей, может быть, тираде, да? Вот. Что именно вы посчитали, не имеющим права на существование и почему? По какой причине? Подумайте об этом. Дальше он меня простил, но на душе очень паршиво плачет по ночам, да и хочется вернуть прежнее общение. От чего паршиво, от чего плачет по ночам? Давайте, как бы, тут более подробно. Хочется вернуть прежнее и прежнее общение, а зачем? Да, для чего, для чего вы хотите вернуть прежнее общение? Может. То есть, тут, конечно, тоже нужно это исследовать. Вот. Ну и, в чем ваш вопрос? Я полагаю, нужно выяснить, обязательно. В чем конкретно ваш вопрос? А что вы хотите от психолога? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.